Как я уже говорил, у нас с вами сегодня вебинар компании Skyway Capital, и давайте с вами двигаться по информации. Я понял, что немножко были проблемы со звуком, сейчас мы их устранили, по крайней мере в Мирополе, если меня слышали, в соцсетях не очень. Итак, коллеги, о чем мы с вами сегодня будем говорить? Почему именно транспорт, почему, скажем так, данная тематика? Ну, потому что, как я уже говорил, мы каждый день с вами сталкиваемся с теми транспортными проблемами, которые существуют в жизни современного человека. И, казалось бы, по мере развития человечества появляется новое количество транспортных систем, появляются, скажем так, новые виды транспорта, которые обладают большей степенью комфортности, возможно, скоростью и так далее. Но, тем не менее, основные проблемы транспортной отрасли, которые были там 10, 20, 50 лет назад, они никуда не исчезли. Мы с вами знаем четыре транспортные системы, которые на сегодняшний день, скажем так, широко применяемы в разных уголках земного шара. Это автомобильный транспорт, это железнодорожный транспорт, это водный транспорт, речной и морской, да, и это авиационный транспорт. То есть это могут быть вертолеты, дальняя авиация, да, то есть самолеты, скажем так, которые межконтинентально летают. Это может быть средней дальности авиации, то есть мы имеем дело с четырьмя транспортными системами. Они друг от друга значительно отличаются, да, у каждой есть какие-то преимущества друг перед другом, да, где-то вы можете проехать более комфортно, отдохнуть, где-то вы можете ехать в комфортном автомобиле, например, озирать, скажем так, окрестности, по которым вы перемещаетесь, но вы немножко будете уставать, в отличие от того же железнодорожного, например, транспорта, да. Есть водный транспорт, который по-своему красив, вот, есть авиационный транспорт, основное его преимущество – это скорость, да, потому что мы можем быстро пересекать, скажем так, континенты, даже между континентами перелетать на современных самолетах. Но вы знаете, всякие транспортные системы еще, скажем так, дарят человечеству огромное количество проблем. Одна из них, одна, наверное, из основных, первая – это проблемы, которые возникают в окружающей среде. Огромное количество вредных выбросов, да, из выхлопных газов, непереработанных остатков топлива, как в атмосферу, если мы говорим о транспорте, который перемещается на земле, либо в воздухе, так и в водное пространство. Загрязняется, скажем так, акваторий морей, океанов, озер, рек, по которым перемещается водный транспорт, потому что, я думаю, многие из вас видели, что за перемещающимся по поверхности воды каким-либо плавучим средством, будь то, скажем так, просто моторная лодка, либо там какой-нибудь большой океанский лайнер, ну, за исключением, если он там не атомоход, а таких очень мало, да, вот, остается шлейф там из топлива. Я думаю, большинство из вас эти цветные разводы видели. То есть, страдает окружающая среда, и это очень сильно сказывается на здоровье людей. В первую очередь, сильно сказывается на здоровье детей. Да, я приводил на предыдущих вебинарах информацию о том, я думаю, вы часто это видели, что вдоль больших дорог иногда мамы идут с колясками, и ребенок находится как раз-таки в этой коляске, высота, скажем так, расположения коляски, там, где находится ребенок, это чуть выше, либо, скажем так, на уровне выхлопной трубы автомобиля, если это тем более большие автомобили и так далее. Да, у нас есть электротранспорт, который, можно сказать, экологически чистый, более и так далее, но, тем не менее, огромное количество, скажем, двигателей внутреннего сгорания автомобилей, тепловозы на железной дороге, теплоходы, да, ну и самолеты, которые сжигают огромное количество топлива, все это выбрасывается в атмосферу, пережигается огромное количество кислорода, которым мы с вами могли дышать, да, то есть это тоже минус. То есть есть проблемы, связанные с экологией. Далее, можно ли назвать современные транспортные системы абсолютно комфортными, да, и не отнимающими у нас с вами время? Я думаю, нет. То есть первое, автомобильные, это пробки, да, это, скажем так, стояние в очередях, даже после того, как вы зарегистрировались в интернете и у вас есть, скажем, все вроде бы для того, чтобы сесть в самолет, вам все равно придется оставить очередь на стойке регистрации, получить посадочный талон, сдать свой багаж. Единственный плюс, и когда вы регистрируетесь по интернету, вы заранее знаете свое место. И то не всегда. У меня, например, летом, когда я летел в Сочи, было одно место, да, я сел в самолет совершенно спокойно, мне говорят, вы знаете, вас пересадили, я должен был сидеть у окна, меня посадили не у окна, и, скажем так, совершенно другое место, но, говорит, зато у вас теперь смотрите, сколько места перед ногами, то есть меня посадили напротив аварийного выхода, то есть это тоже не гарантия. То есть мы теряем время, абсолютно мобилями нас назвать нельзя. Огромной проблемой для всех транспортных систем на сегодня является безопасность, да, то есть в принципе назвать абсолютно безопасными, да даже частично безопасными все эти транспортные системы невозможно. Мы знаем, что, к сожалению, происходят аварии на водном пространстве, реже гораздо там какие-то железнодорожные, хотя периодически огромные железнодорожные катастрофы, в которых гибнет одновременно огромное количество людей, потому что пассажирские вагоны, как правило, там вместимость плацкарта от 5 из 4 человек, а там, где люди просто сидят, высокоскоростные поезда, ну, пример, может быть, несколько лет та же Испания, да, водитель просто решил посмотреть, если он на более высокой скорости войдет в поворот, как у него получится или не получится, там сотни погибших людей, да, вот человеческий фактор. Кстати, тоже одна из проблем сегодняшних транспортных систем, это то, что мы зависим от того человека, который управляет транспортным средством. Далее, огромное количество автомобильных аварий, катастроф, вот сейчас зима, сейчас немножко изменятся погодные условия и начнут, скажем так, как говорят, день жестянщика, да, наступает, когда идет первый снег, либо подмораживает гололед и так далее, и так далее. Ну, и, конечно же, скажем так, с каждым годом, по сути дела, я не видел нигде, чтобы транспортные услуги дешевели, они дорожают по разным причинам, причем на все виды транспорта, которые мы имеем на сегодняшний день. Есть лоукостеры, да, вы знаете, такие самолеты, которые летают там порой даже за 0 долларов, да, но это нужно уметь вылавливать и так далее, и так далее. Большинство людей платят за перелет на самолете дорого. То есть все эти транспортные, все эти, скажем так, проблемы у нас есть сегодня, и действительно, если не решать проблемы в первую очередь, например, с экологией, то что с нами может быть через 10-15 лет, если мы не изменим вектор развития транспортной отрасли, да, вот может стать вот так, как вы видите на экране, как это было в Японии в 70-х годах, да, где люди платили деньги за то, чтобы подышать кислородом в кислородных автоматах на улицах Токио. То же самое может произойти у нас там, где мы с вами живем. Особенно это касается, конечно, в первую очередь крупных мегаполисов, да, причем мегаполисов особенно, где есть, например, какие-то водные пространства, препятствия, там река, узкие мосты и так далее, и так далее. Это гарантирует пробки. Автомобилей с каждым годом становится больше. Но проблемы в этом смысле, да, кардинально, по сути дела, не решаются. У нас огромное количество новых, скажем так, эстакад построенных под Москвой и так далее. Единственный выход из этого, да, по телевизору показывают, что мы решили транспортные проблемы. Нет. Просто пробка, она перекочевала там на 100 на 200 метров в область, например, от Московской кольцевой дороги. Если раньше это было над Макадом, то сейчас делали пару хорд, которые там с области, либо, скажем так, из Москвы выходят на эту транспортную развязку. И просто пробка перекочевала немножко дальше. В этом я убеждаюсь каждую пятницу, когда перемещаюсь по Минскому шоссе, например, в Подмосковье. Итак, если эти проблемы не решать, то мы можем прийти к ситуации, когда ситуацию, скажем так, с экологией уже решить будет невозможно. Да, и многие из вас могут сказать, что, ну, как бы, а что я могу, как я могу повлиять на данную ситуацию, да, вот. Как я это могу изменить для того, чтобы ситуацию изменить в лучшую сторону, необходимо, скажем так, труд огромного количества инженеров, конструкторов, крупных институтов и так далее, и так далее. Я, я вроде бы, к этому не отношусь, я отсижусь в стороне. Поверьте, не отсидитесь. Но, если вы считаете, что вы никак не можете повлиять на данную ситуацию, да, вот, и вы, в принципе, ничего не можете сделать в направлении того, что вы будете продолжать по-прежнему терять деньги, потому что транспорт будет дорожать, перевозка людей и грузов, да, время, потому что, скажем так, пробки меньше не становятся, автомобили становятся больше и так далее, да, то мы сегодня будем говорить именно о той технологии, которая, благодаря усилиям таких людей, как вы, может войти в нашу жизнь, она уже входит в нашу жизнь, мы нагло заявляем смело, да, об этом говорим, и ситуация изменится в лучшую сторону. Каким образом вы к этому можете приложить усилия, да, и как это повлияет на вас, и как это изменит вашу жизнь, в принципе, зависит от вас. У нас огромное количество людей, которые пришли в проект, потому что узнали информацию о развитии технологии, о том, что есть такая возможность, да. У нас есть большое количество людей, которые увидели, помимо возможностей и причастности к глобальным, скажем так, изменениям на планете, увидели возможность получения дохода, это тоже хорошо вы знаете сейчас. У нас есть большое количество людей, которые просто, в первую очередь, увидели возможность создания источника дохода. Но все люди, которые пришли в наш проект, они четко понимают, что будущее нас, наших детей, внуков, да, в наших с вами руках, у каждого в отдельности. Человек, который когда-то задумывался над тем, что современные транспортные системы несовершенны, Анатолий Дарыч Юницкий, сейчас его видите на экране, да, то есть он достаточно давно, даже в детстве, собрал свою первую, скажем так, экспериментальную ракету, за что у него был получен там диплом или грамот, это я вот сейчас точно не могу сказать, но тем не менее, он стал задумываться о том, чтобы индустрию, которую отравляет экологию, вывести на околоземное пространство, то есть космос, да, и благодаря этому создавал и создает околоземное транспортное средство, да, то есть и общепланетное транспортное средство, да. Частью этой идеи стало создание струнной технологии, струнного транспорта, о котором мы сегодня с вами и будем говорить. Сам Анатолий Дарыч Юницкий родился на территории Советского Союза, бывшей в Союзной Республике Белоруссии, сегодня это отдельное государство. За время реализации технологий руководил дважды проектами Организации Объединенных Наций, уделяли ему деньги на реализацию технологий. В 80-е годы прошлого столетия стал членом Федерации Космонавтики СССР, у него более 150 изобретений, более 20 монографий, более 200 различных научных работ, большой объем информации, касаемый генерального конструктора, самой технологии, вплоть до мельчайших подробностей, до формул, расчетов и так далее, вы можете найти на сайте инженера Юницкого, он любит говорить, www.unitsky.com. Три высших образования, которые он получил в процессе своей жизни, сегодня он реализует на практике, в направлении реализации своей технологии. И это образование, касаемое инженера транспорта, то есть транспортной отрасли, это патентоведение, и третье образование связано с проектированием, строительством высотных зданий, инфраструктурного сооружения. Сама идея, как я говорил, касаемо струнного транспорта, это конец 70-х годов, начало, то есть первоавторские изобретения, первые, скажем так, мысли о том, как можно создать транспортные средства, перемещаемые над поверхностью земли, это транспорт второго уровня. И первое время, как приходилось реализовывать технологию в условиях государства под названием Советский Союз, я сейчас говорю ни плюс, ни минус, это дело каждого, но тогда все было планово, тогда было государство, которое могло выделить деньги на это или не выделить деньги. С начала 90-х годов, после того, как стало много государств в бывшем Советском Союзе, пришлось искать деньги уже не только у государственных структур, и создавать свои собственные предприятия, на которых он зарабатывал деньги для того, чтобы реализовывать технологию, но и обращаться к людям мира бизнеса, у которых деньги, как говорится, появились, либо, скажем так, те люди, которые владеют большим количеством денег. К сожалению, или к счастью, я не могу сказать, то есть все это развивалось волнообразно, были успехи свои, взлеты, падения, были переговоры с предпринимателями и бизнесменами, где обещали о том, что деньги вложат и так далее. Был успех, я считаю, на определенном уровне в начале 2000-х годов, когда Анатолий Дарычевич Юницкого, благодаря содействию губернатора Красноярского, Сноярского края Александра Лебедева, был собственный полигон в подмосковном городе Озеры, где Юницкому удалось продемонстрировать, что из себя представляет струнный транспорт. Это был полигон, который существовал с 2001 по 2009 год, и там была продемонстрирована технология струнного транспорта, назовем так, первого-второго поколения. И действительно был достигнут целый ряд результатов. Центральный телевизионный канал в новостном формате, и был целый ряд передач, посвященных струнному транспорту, то есть показывали об этом. Анатолий Дарыч Юницкий принимал участие в большом количестве различных форумов, касаемых в первую очередь транспортного направления. Было получено большое количество дипломов, золотых медалей и наград, например, две золотые медали ВВЦ. На тот момент было две премии «Золотая колесница». Было получено признание в определенных кругах людей, относящихся к миру транспорта, науки и техники. Но, конечно же, было огромное количество людей, которые просто не верили в то, что данная технология может привести к чему-то положительному. Но, как я вам сказал, что на полигоне в подмосковном городе Озеры данный транспорт был продемонстрирован. Сейчас я не буду ставить целиком ролик, он, в принципе, много времени не занимает, но я хочу вам сейчас показать, что из себя представлял струнный транспорт в начале нашего тысячелетия. А потом мы сами увидим, к чему мы пришли на сегодняшний день. Итак, друзья, короткие буквально 20-30 секунд, и дальше мы будем двигаться по информации нашего сегодняшнего видео. Готов, прием! В 150-метровый участок струнной дороги испытывают на прочность тяжелым грузовиком. Вместо привычных колес ездят на стиле специальными шасси с двумя ребордами. Внутри тонких рельс струн натянуты тросы. Под струны, чтобы убедить в безопасности конструкции, становится автор проекта Анатолий Юницкий. Струнная транспортная система, это очень удобная система. И доказательством того, является то, что я стою под грузовиком 8-12 тонн. Первым в мире струнным автомобилем управляет испытатель Виктор Крыженецкий. На случай экстренной эвакуации 20-метровой высоты он пристегивает себя к страхующему фалу. Испытатель жмет на газ, и грузовик снова и снова взбирается на эстакаду. Итак, друзья, это то, что было, как я вам сказал, в начале нашего тысячелетия. Был продемонстрирован ЗИУ-131, который поднимался на 150-метровую металлическую эстакаду. Были круглые струны рельс, внутри которых были натянуты струны. То есть это строение струнного рельса, оно примерно остается таким же и сегодня. И данный ЗИУ-131 сегодня стоит при входе на территорию экотехнопарка в Минской области, как, наверное, напоминание, памятник тому, как развивались струнные технологии. Но, к сожалению, после того, как в 2009 году реализацию проекта и применение струнных технологий губернатор Ульяновской области предложил президенту страны Дмитрию Медведеву, полигонов в подмосковном городе Озера не стали. То есть его разобрали за короткий промежуток времени, по сути дела не оставили даже железа. Важно, что Юницкий, скажем так, не отчаялся, не бросил свою идею, а продолжал искать пути реализации своей технологии и выведения ее на мировой транспортный рынок. И в 2013 году созрела идея оценить все, что было наработано за долгие годы, за 30 с лишним лет. То есть все ноу-хау, все, скажем так, наработки. Технология была оценена в 400 с лишним миллиардов долларов США. И было принято решение двигаться по системе краудинвестинга, то есть предложить простым людям, которым нужен безопасный, высокоскоростной, комфортный, более доступный по цене транспорт, стать владельцами технологии, выкупать доли компании, которыми, скажем, компания GTI, которая была создана, которая юнически передала свою интеллектуальную собственность, делилась бы на те суммы, которые люди могли инвестировать в наш проект. Причем суммы самые разнообразные. Были те, кто инвестировал незначительные суммы денег, кто-то большие суммы денег. Разные этапы были в развитии нашего проекта уже с 2014 года. Мы сейчас об этом немножко поговорим. Но было принято решение двигаться по системе краудинвестинга, привлечения инвестиций у физических лиц. На выгодных условиях было предложено людям инвестировать денежные средства. И был разработан план, 15-этапный план реализации проекта. То есть в течение этого 15-этапного плана на каждом этапе намечался определенный объем работ, для которых было необходимо финансирование. И окончание 15-го этапа подводит нас к тому, что струнный транспорт создан, продемонстрирован, сертифицированы образцы подвижного состава путевой структуры, то есть выполнен весь необходимый объем работ для того, чтобы приступить к строительству дорог в разных уголках земного шага. Этапы всего 15, как я вам сказал. Сегодня мы находимся на 12-м этапе, который где-то, наверное, близок к концу. На каждом этапе было свое, скажем так, дисконтное вознаграждение, своя, скажем, венчурная премия. На начальном этапе, когда инвестирование в наш проект было очень высоко рискованным, то есть слово очень высоко рискованное, оно немного режет уши, но было примерно так, как я это и сказал. То есть не было фактически ничего, полигона не стало. Был Анатолий Дарович Юницкий со своей верой в реализацию идеи. Были документы, были просчеты, было, скажем так, куча материала по предыдущим исследованиям, по применению, заключение экспертов целого ряда институтов, которые имели отношение прямое к транспорту, то, что технологии перспективные, надо просто реализовывать. Был тот же Организация Объединенных Наций, два выигранных, гранта полученных на реализацию технологии. И нашлись те люди, которые поверили Юницкому как генеральному конструктору, поверили человеку, который хочет реализовать данную идею и сделать этот мир лучше, чем он есть на сегодняшний день. И пришли первые инвестиции в наш проект, то есть 15-этапный план, как я вам говорил, был запущен в январе 2014 года. Идея, да, если говорить о ней более полно, то создание вот таких линейных городов, в которых людям будет комфортно жить на лоне природы, в которых у них будет всагово доступность, транспорт, который, скажем так, является основой линейного города Skyway, транспорт, который сможет их безопасно, быстро, комфортно доставить туда, куда им необходимо. Будь то на работу, будь то, скажем так, путешествие, будь то по детству к родственникам либо куда-то еще. Города эти построены таким образом, что есть ключевое здание, в котором может находиться и торговые центры, и офисные помещения, и пересадочные станции, на которых люди могут пересаживаться, перемещаться, передвигаться в разных направлениях. Эти здания могут строиться как на земле, так и на суше. И, по сути, полностью меняется концепция транспортной отрасли. Полностью меняется концепция перемещения по планете грузов и людей. Это то, к чему мы идем, и буквально два слова, скажем так, о возможных направлениях реализации струнных технологий, которые, кстати, не то что возможны. Сегодня мы уже очень близки к тому, чтобы подойти к данным цифрам и начать строительство в разных уголках земного шара. По началу запуска проекта концепция была разрабатывалась в трех направлениях. Первое – это городской транспорт со скоростью от 50 до 150 км в час, грузовой. Скорость была заявлена, как сейчас, помню, до 120 км в час, при всем при том, что сегодня, скажем так, грузы, например, при использовании товарных вагонов и российских железных дорог перемещаются со скоростью уже менее 9 км в час, правда, с условием погрузки-разгрузки и так далее, и так далее. И высокоскоростной Skyway, который сможет перемещать людей быстро и комфортно из одного города в другой город на большие расстояния со скоростью 500 и более км в час. Так вот, городской транспорт, скорость, как я вам сказал, может быть от 50 до 150 км в час. Все связано с тем, что какая скорость необходима, что за населенный пункт и так далее. Провозная способность сегодня приравнивается к провозной способности линии метрополитена. Ну, так как у нас предприятие находится в Беларуси, основной реализующей, наверное, в первую очередь Минского метрополитена, где электрички ездят раз в 3-4 минуты, до 50 тысяч пассажиров в час на одном транспортном плече. Строительство данной путевой структуры использования подвижного состава в 20-30 раз дешевле, чем создание сети подземного метро, которое, например, сегодня реализуется в Москве. И очень важно, что данная путевая структура, она легко вписывается уже в инфраструктуру построенных городов, потому что она практически не требует землеотвода. Она строится на земле, как я вам сказал, на втором уровне. И предложено сегодня несколько направлений реализации транспорта в городе, над которыми работают специалисты нашего предприятия, которые реализуют технологии. И сегодня у нас большой конструкторский бюро в городе Минске. Высокоскоростной Skyway, межрегиональный, можно так назвать. Скорость до 500 и даже более километров в час. Опоры, по которым будет перемещаться этот транспорт, они могут быть подняты над землей 6, 10, 16, 20 и более метров. Длина пролета между анкерными опорами, здесь написано на рисунке, один километр, сегодня речь уже идет о двух с половиной, о пяти километрах, все в зависимости от рельефа, по которому придется перемещаться, от грунтов, которые залегают в тех районах, где будет строиться трасса и прочее. И стоимость строительства одного километра такой трассы на сегодняшний день составляет порядка 3-4 миллионов долларов за километр. Тут у нас было полтора миллиона, два миллиона, скажем так, это статистика касаемая, ну там где равнинная, скажем, территория, где нет каких-то серьезных препятствий при строительстве, при перемещении, ну при создании этой путевой структуры. То есть идеально там где, да, рельеф местности, равнина, нет каких-то водных преград и еще чего-то. Хотя водные преграды, кстати, одно из преимуществ данного транспорта, они ему не страшны. Вот такие концепции. Такая концепция реализации транспорта. У нас есть еще грузовое направление, есть легкое направление. То есть сейчас уже развивается концепция развития струнного транспорта не просто в трех сегментах, да, в каждом сегменте есть свои разделы и свои направления. То есть как в грузовом, так и в пассажирском сегменте. Что еще хотелось бы отметить, вот просто привести пример, да, и на котором вот сориентироваться, вас сориентировать по времени, по скорости, по комфорту. Если мы возьмем несколько городов, которые расположены от Москвы, например, на расстоянии 700 км, 700-750 км, Питер, Казань, Минск, Белгород, да, вот такие города. Липецк, наверное, немножко поближе. Представьте себе, что там реализована концепция строительства дорог Skyway, вы комфортно перемещаетесь по городу, пересаживаетесь на пересадочном пункте на высокоскоростной Skyway и где-то в пределах полутора-двух часов доезжаете до центра Москвы. Сегодня на самолете вы будете добираться из этих городов часов 5-6. Хотя самолет самый быстрый транспорт на сегодняшний день. Поэтому концепция Skyway, она направлена в таких вещах, инновационной, с чем состоит. Инновационная путевая структура, струнный рельс поднятый над землей, внутри натянуты струны, неразрезная, предварительно напряженная эстакада, как говорит Анатолий Дарович, еще низкий. Далее, подвижной состав, у которого целый ряд преимуществ, у него, скажем так, высокая аэродинамика, очень низкий коэффициент аэродинамического сопротивления. Стальное колесо катится по стальному рельсу, то есть минимальное сопротивление качению колеса. Ну и, конечно же, эта инфраструктура, которая связана с пассажирским транспортом, таким, как пересадочные пункты, здания, вокзалов, станции. Это грузовые, погрузочные, разгрузочные терминалы. То есть, все это из себя представляет инновационный транспорт SkyWay. Что хотелось бы сказать, да, то есть, как я говорил, что первые инвестиции в наш проект пришли в январе 2014 года, а активно развиваться наш проект стал тогда, когда мы получили землю для того, чтобы построить еще один тестовый полигон, мы тогда говорили, тестовый участок, на котором можно было продемонстрировать, что из себя представляет транспорт SkyWay, сертифицировать его, да, и выйти с этим на мировой рынок. Строительство экотехнопарка началось в июле 2015 года. В июне мы получили землю вот, в долгосрочную аренду. Это Минская область, недалеко от города Марина Горка, Пуховического района, да, и вот первые работы, которые были связаны с пробами грунта, залегания грунтовых вод, уборка, можно сказать, да, вот мы сегодня говорили как раз с коллегами. 17 июля 2015 года состоялся субботник по уборке территории, которая составляла 36 гектар, и на долгосрочную аренду было отдано предприятию струнной технологии, которым руководил Анатолий Дарчевич Юницкий. Вот это предприятие сегодня реализует технологии именно по месту. И с этого момента началось движение по реализации технологий, началось строительство экотехнопарка, сначала там рыче под анкерную опору первого, строительство анкерной опоры, промежуточной опоры, путевая структура и так далее, так далее, так далее. За это время в развитии технологий были сделаны серьезные успехи, ну, наверное, в первую очередь по защите интеллектуальной собственности, да, Вы сейчас видите на экране то, что было получено 77 патентов и сертификатов, которые защищают интеллектуальную собственность. Это просто необходимо делать перед тем, как выходить на строительство дорог в разных уголках земного шара. Страны, которые выдавали патенты и сертификаты, такие как США, Канада, Австралия, 11 патентов и сертификатов Евросоюза, это Япония, это Китай, это страны СНГ и, собственно, в том числе и Беларусь. Это важный век и этим занимаются специалисты предприятия, которые у нас находятся в городе Минске. Далее, важный момент, то что за период времени с сентября 2016 года представители группы компании Skyway, представители предприятия струнной технологии, в частности, приняли участие в 18 крупных международных форумах, в первую очередь имеющие прямое отношение к транспорту. Первым этим мероприятием стал Кинотранс-2016 в городе Берлине, где были представлены на тот момент все новинки развития рельсового транспорта в первую очередь. Трамваи, метро, электрички, поезда, пассажирские вагоны, локомотивы и так далее. И вот там впервые был представлен наш 14-местный юнибус и двухместный юнибайк. Причем создание транспортных средств, даже не макетов, даже, скажем так, не моделей, а именно промышленные транспортные средства, промышленный образец транспортного средства началось. То есть, после того, как 11 февраля 2016 года экспертный совет при Минтрансе Российской Федерации признал технологию, разработанную Ницким, инновационной. И вот после этого, через неделю, нас пригласили на участие в Инотрансе. И после этого началось создание транспорта Skyway. За полгода они были сделаны. Мало того, был реализован транспорт двухместный, так называемый юнибайк сегодня, легкий Skyway. Идея создания которого пришла в голову конструкторов где-то ближе к концу 2015 года. То есть, когда запускался проект в 2014 году, ни о каком юнибайке, о легкой путевой структуре речь не шла вообще. То есть, от возникновения идеи до воплощения в конкретном виде транспорта и строительства путевой структуры для него прошло меньше года. Это уникальные случаи, это уникальное время. И так, касаемо выставок, да. Какие же были выставки? В первую очередь, это Инотранс дважды, 2016-2018 год, совсем недавно. Это транспорт и логистика 2016-2017 год, Минск-Беларусь. Это белорусский энергетический и экологический форум 2016 год. Это 23-й международный конгресс интеллектуальных транспортных систем Мельбурн, 2016 год, где нас представлял господин Ротхук, экс-министр Южной Австралии, да, экс-министр транспорта Южной Австралии, который на тот момент уже дважды посещал территорию Котехнопарка, который стал ярым сторонником развития технологий на территории континента Австралии. И сегодня он активно трудится над тем, чтобы пробить толстые стены, скажем, ну и бюрократического аппарата, в том числе на континенте Австралии, для того, чтобы данная технология реализовалась в разных уголках австралийского континента, там, где она нужна. Далее, это были такие выставки, как Транспорт России 2016-2017, это был Railway Tech Индонезия 2017-2018, это Smart City India 2017 год, это Future City Show уже в Объединенных Арабских Эмиратах в апреле этого года, еще целый ряд международных форумов, на которых с успехом была представлена наша технология. На этих форумах большое количество представителей мира транспорта, чиновников разного уровня, с разных областей мира, знакомились с технологией, и специалисты нашей компании, которые представляли технологию на этих форумах, на одном языке разговаривали как с экспертами мира транспорта, так и с потенциальными заказчиками, либо их представителями из разных уголков земного шара. Конечно же, огромная работа легла сразу же на плечи тех людей, которые у нас сегодня работают на производстве, и отмечу следующее, что в мае 2014 года на производстве не было и в КБ, ни одного человека, кроме генерального конструктора Анатолия Дарчиницкого. Сегодня мы в конце поговорим, сколько у нас работает сотрудников в Минске, но что важно, то, что за время развития технологии есть успехи собственных КБ, это создание двигателя мотор-колесо, кстати, один из них я вот привез буквально, точнее, отправил, здесь ребята встретили в пятницу, мы будем его демонстрировать в Москве на двух мероприятиях, которые будут на следующей неделе, еще через неделю, да. Вот, это новейшие разработки материалы, которые приходят, да, появляются новые материалы, и сразу же, скажем так, вместо железа уже начинают использоваться и углепластика, и еще что-то, то есть облегчается путевая структура. Станки, на которых создается наше оборудование, то есть есть станки, которые в единичном экземпляре находятся на территории нашего производства, и в Республике Беларусь больше таких станков нет нигде. Все эти станки, скажем так, высокоточные, с программным управлением и так далее. Что еще хотелось бы отметить, да, помимо того, что мы разрабатываем собственные вот эти, например, двигатели мотор-колесо, да, как я сказал, те идеи, которые возникают на сегодняшний день в мире, используя новых материалов, оно все сразу на практике применяется на территории нашего производства, производства Skyway. Что еще хотелось отметить, то, что на сегодняшний день предприятие струнной технологии использует новейший софт, новейшее программное обеспечение компании DASO System, так называемый 3D Experience, да, это индустрия 4.0, то есть фактически все, кто завязан на производстве вот какого-то транспортного модуля, например, да, они находятся в одной общей сети. Изменения в одном месте сразу же дают информацию всем, кто создает это транспортное средство, что изменения внесены, и сразу же автоматически люди начинают перекрывать все, чтобы оно совпадало в итоге единое целое получалось, ну, монолитом, да, так как оно должно быть. И, кстати, уже у нас благодаря этому программному обеспечению создан уже не одно транспортное средство, первое из них это был 18-местный Юникар, мы о нем еще два слова скажем, именно благодаря данному программному обеспечению. И на всех крупных форумах, кстати, DASO System рассказывает о том, что у нее есть партнер в Республике Беларусь под названием струнной технологии. То есть, как мы говорим, те, кто работает в тылу, выполняют огромный объем работы, и благодаря им сегодня мы имеем как раз-таки то, что имеем, и путевую структуру, и транспортные средства, и так далее. Спасибо им. Далее. Помимо того, что есть выставки, есть собственное производство, еще специалисты нашей компании участвуют в различных переговорных процессах в разных уголках земного шара. А вот те выставки, которые я вам говорил, и еще, скажем так, целый ряд переговоров успешных привели к тому, что фактически сейчас уже практически каждый день на территории наших предприятий присутствуют гости из разных уголков планеты. Я был в четверг и в пятницу в городе Минске, и вот то, что сегодня вышло, в конце точнее, в субботу вышла новость о том, что территорию наше производство и технопарка в Минске посетило японское телевидение, да, то есть я их видел вживую. Я видел, был на производстве как раз в этот момент, и видел, когда японские гости посещали производство Skyway, там был Анатолий Доварович Юницкий, Кирилл Бадулин, и для них специально снимали вот это, скажем так, защитное покрывало с высокоскоростного юнибуса. Это представители той компании, которые сняли репортаж во время Иннотранста 2018, рассказали, что вот есть такая концепция транспорта, да, разрабатываем в Беларуси. Специалисты нашей компании просто пригласили, говорят, хотите приедьте, вот вы можете это все снять. Японцы откликнулись и приехали. И вот сейчас вышел этот репортаж, касаемо о том, что приехали эти гости. И что очень важно, я так думаю, что в Японии выйдет там, я не знаю, может быть, какой-то тематической передачи целой, да, которая будет посвящена транспорту Skyway. Ну и в пятницу я видел, что Анатолий Дарович Юницкого проходило большое совещание, большая работа, я так краем глаза это заметил, мне сказали, что это были гости из Бразилии. Возможно, в ближайшее время выйдет новость, а может и не выйдет в плане того, что подробности не будут освещать, но тем не менее была делегация из Бразилии, из южноамериканской страны, далекой, но тем не менее, вы помните, да, было несколько новостей о том, что там тоже заинтересованы в реализации технологий Skyway. То есть большое количество различных международных делегаций и внутренние, скажем так, делегации из Республики Беларусь посещали территорию производства экотехнопарка Skyway и наши специалисты вплоть до того, что они были участниками правительственной делегации в Индии, да, где представляли нашу технологию на международных переговорах между двумя странами. Вот о чем идет речь. Новости, да, то есть в последнее время мы фактически не заостряем внимания на наших вебинарах и презентациях о том, что где-то про нас написали. И вы легко нас поймете, почему, если зайдете в раздел новостей на нашем сайте, вы обнаружите, что за предыдущую неделю несколько изданий опубликовали информацию о том, что развиваются струны технологий, что такие технологии есть, да, вот приехало японское телевидение и так далее, и так далее, и так далее. В 2016 году все было немножко по-другому, хотя еще было 2014-2015, вы понимаете, да, то есть были сложные годы становления компании. В средствах массовой информации позитивного было фактически ничего, негатив иногда проскакивал. Но с 2016 года, где-то с марта, все стало меняться совершенно в другую сторону, и сегодня действительно только ленивые, наверное, не пишут технологии Skyway, причем на территории всего земного шара. Здесь вы видите некоторые громкие названия, да, там телеканал Мир, Лайв, Комсомольская правда, Россия 1 и так далее, и так далее. Беларусь 24, Беларусь 1, это, скажем так, Росбизнес консалтинг, РБК каналы, еще целый ряд ведущих средств массовой информации, периодически освещают информацию о том, как развивается наша технология. Конечно же, все это стало благодаря, успех нашей технологии произошел благодаря тому, что когда-то какое-то количество людей поверило в то, что данная технология может быть реализована, они заинтересовались этим и стали просто нести информацию окружающим людям, да, то, что они могут стать так же, как они со владельцами технологий, получить доход в будущем, и еще интересный доход сейчас. Что хотелось бы еще отметить, о своих успехах компания отчитывается перед своими инвесторами фактически каждый год железно, это на территории экофестиваля, да, которые были в 16-17-18-м году, плюс периодически выкладывается информация об аудите, который проводится у нашего главного предприятия реализуемую технологию, да, ну и по сути дела все новости, которые касаются развития проекта, никто их не утаивает, но те новости, которые можно довести, да, до простых людей, чтобы не было там искаженной информации и так далее, и так далее. И все это благодаря кому? Благодаря вам, благодаря людям, которые когда-то поверили в развитие струнного транспорта, поверили Юницкому, вот, и как мы говорим, люди чувствуют, помимо того, что вот могут заработать денег, то, что деньги заработают в будущем, то, что, скажем так, они в каком-то большом проекте и так далее, они еще чувствуют свою сопричастность, это тоже очень важно, да, они являются частью большой идеи, вот, и вы видите довольного инвестора, который прикасается к своей фамилии и имени, да, на звездном небе Скайвей, так мы называем потолок музея на территории Котехнопарка. Все те, кто инвестировал, неважно какую сумму, до апреля 2017 года включительно, фамилии, имена этих людей сегодня находятся на звездном небе Скайвей в музее на территории Котехнопарка. Итак, друзья, все, что сегодня создано, да, как я уже говорил, это благодаря тем людям, которые когда-то поверили на деньги физических лиц, частных инвесторов, это строительство, да, это создание объектов Котехнопарка, это создание транспортных средств, это возможность участия в выставках, да, это работы, связанные с сертификацией, получением различных патентов, разрешений, сертификатов, да, на ведение работы и так далее, и так далее. Все это благодаря краудинвестинговой схеме, все это благодаря деньгам людей, которые когда-то поверили в реализацию технологий. На сегодняшний день, как я говорил, на прошлой неделе были живые презентации, вебинар, мы имеем 8 транспортных средств, целый ряд из которых уже прошел сертификацию. На данном слайде вы видите грузовой модуль, да, слева вверху, юнитрак, 18-ти местный, это вот тот самый Unicar, который был создан благодаря системе 3D Experience, далее Unibike, знаменитый, да, от идеи создания которого до конечной реализации прошло меньше года, и 14-местный Unibus, это два первых транспортных средства внизу, которые были представлены на выставке InnoTrans 2016. Далее, ну, я не могу сказать, что это только наша гордость, но тем не менее, высокоскоростной Skyway, который был продемонстрирован на выставке InnoTrans 2018, Univind, это новый легкий вид транспорта Skyway, который мы увидели на территории Кафеста 2018 в августе в городе Минске, и 8-местный Unicar, да, который в этом году перевозил наших инвесторов по территории Кафеста, то есть те счастливчики, которые получили билеты проехать там, я им завидую, потому что я ехал в 14-местном Unibus, вот, хотя бы там наверху я бы, конечно, посмотрел, повисел, снял бы все это, хотя мы демонстрировали, проводили репортаж непосредственно из транспортного средства, когда были на территории Кафеста. То есть мы имеем сегодня 8 транспортных средств, и одно из них, Unimobile, да, это транспортные средства, которые затрагивают еще один сегмент транспортного рынка, это автомобиль, электромобиль, который создан для людей с ограниченной возможностью перемещения, да, то есть со сниженной мобильностью. Это люди, у которых есть проблемы, связанные с нижними конечностями, с позвоночником и так далее, в которых работают руки, но, к сожалению, не работает нижняя часть тела. Это электромобиль, который позволяет двум людям, потому что вы больше аналогов не найдете, да, перемещаться в транспортном средстве, причем за рулем может находиться тот, кто в обычном автомобиле перемещаться не может. У него много уникальных отличий, преимуществ, да, 150 километров пробега на одной зарядке аккумулятора. Аккумулятор заряжается от обычной розетки в течение там 10 часов, в течение ночи. Человек, который, скажем так, ограничен в перемещениях, находясь в своей коляске, да, ему не надо покидать коляску, ему не нужен помощник для того, чтобы разместиться в автомобиле. Все это он может делать сам. Это огромное преимущество, да, потому что, ну, нет аналогов в мире, в любое такое транспортное средство, где человек, у которого не работает нижняя часть туловища, да, он должен перемещаться и садиться, например, в транспортное средство, которое создано до этого, и вот тот он должен пересаживать и так далее, и так далее, и так далее. Здесь всего этого не нужно. Люди могут чувствовать себя самостоятельно, да, комфортно. В общем, огромное количество преимуществ, которые вы можете найти на сайте unimobile.by. Вот запишите себе это название этого сайта, да, и вы подчеркнете большое количество информации, касаемо этого транспортного средства. Я сейчас больше не буду заострять внимание. Что бы я хотел сказать, вот кратко подведя итог к тому, что было сказано до этого. Смотрите, если раньше, в начале, скажем так, запуска нашего проекта, потом в последующие годы, мы, в принципе, и тогда никому ничего не доказывали, просто нам приходилось рассказывать, писать какие-то формулы. Анатолий Дарычуницкий лично ездил в какие-то министерства, в институты, связанные с транспортом и так далее, то сейчас вообще доказывать ничего не нужно, и мы говорим просто. Если вы хотите убедиться в том, что так на самом деле, берите, садитесь в транспорт и приезжайте к нам на территорию экотехнопарка. Сейчас буквально два слова из истории. Вот то, что я все вам говорил, для чего это говорил, да, для того, чтобы показать, что мы имеем за технологию. Как данная технология может повлиять на вашу зрительность, сейчас маленький экскурс в историю, я думаю, большинство из вас поймут, как это может повлиять. Смотрите, есть целый ряд примеров, их огромное количество, реализации там инноваций и применение инвестиций в этих инновациях. Так вот, мы все с вами знаем, что сейчас есть персональные компьютеры, планшеты, смартфоны и так далее. В конце 70-х годов всего этого практически не было. И те люди, которые взялись за реализацию и распространение персональных компьютеров, программного обеспечения к нему, да, это были молодые люди достаточно, которым большинство людей не верило. Вот, но те, кто поверил тогда, да, сегодня чувствуют себя очень уверенно, и их дети тоже, потому что они обеспечены финансово, они не ломают голову над тем, что они завтра будут есть, и фактически каждое утро, когда они просыпаются, они начинают заниматься тем, что им нравится и то, что они любят. И не ради денег это делают, да. Далее, железные дороги, про которые мы с вами уже говорили, на которых вот я перемещался совсем недавно, периодически я езжу, каждое утро я езжу на электричках и так далее. Идея создания железных дорог была такова, будем перевозить грузы, да, то есть о пассажирских перевозках тогда никто не думал, многие думали, что это вообще вредно и люди не смогут перемещаться в поездах, но тем не менее те, кто видел перспективу развития железных дорог, стали строить сами пути, транспортные средства, которые перемещали людей в конечном итоге, да, вокзалы и так далее, так далее, так далее, создавать инфраструктуру. Сегодня их дети себя очень здорово финансово чувствуют, в этом плане, да, господин Карл Бенц, который создал в свое время двигатель внутреннего сгорания, он чуть не стал банкротом, хорошо, что нашлись люди с деньгами, которые поддержали его идею, сегодня по миру перемещается огромное количество автомобилей Mercedes-Benz, один из лучших автомобилей в мире, да, их покупается много, почему, потому что это и качество, это и комфорт, это и скорость и много чего еще, да. Далее, братья Райт, которые когда-то создали свой параплан, они подняли его в воздух, единственное, скажем так, возможно, дальновидность не была настолько у них развита, они закончили жизнь практически банкротами, да, в нищете, а вот Боинг, который увидел в этом классную идею, эту идею реализовал, коммерциализировал, и сегодня огромная часть авиационного рынка принадлежит компании Боинг, и потомки Боинга себя чувствуют просто великолепно. Что бы я хотел добавить, да, то есть, как это можно, почему я это сказал и как это касается вас. Смотрите, сегодня мы рассказали вот о транспортной технологии, да, и если вы станете частью этого проекта, ваша жизнь в финансовом плане может очень серьезно измениться. Как в конце вебинара я скажу, но изменения эти будут проходить быстро, значительно быстрее, чем в нашу жизнь ходил интернет, технология SkyWay войдет в нашу жизнь в разных уголках земного шара. Компания, которая развивается у нас на территории Республики Беларусь под названием «Струдные технологии», то есть там, где происходит сегодня создание транспортных средств, путевой структуры и так далее, на сегодняшний день имеет все разрешительные документы от разработки технической документации до конечной реализации технологии, до строительства трассы и так далее. Получено множество различных сертификатов и свидетельств. Мало того, компания стала членом в прошлом году, в 2017 году, Торгово-промышленная палата Республики Беларусь, членом Союза строителей Республики Беларусь. Это, наверное, я предварю вопрос, касаемый, непонятно, какая-то вроде пирамида и прочее, чем вы там занимаетесь. Ни одна финансовая пирамида не является членом Торгово-промышленной палаты какого-либо государства. Может, где-то на Луне или на Марсе, я там не был, но на Земле такого нет. Наши предприятия, которые расположены в Республике Беларусь, сегодня развиваются тоже семимильными шагами. Так как мы начинаем, приступаем к строительству адресных проектов уже по конкретным направлениям, я слышал такую информацию, что сейчас очень востребованы, например, архитекторы в компании. Но что мы хочу сказать, что касаемо технического направления, инженеров, конструкторов, более 600 специалистов только в этом направлении трудятся у нас в Минске, а всего, наверное, уже более 800 человек. Как я вам сказал, в мае месяце, в 2014 году, не было никого. Сегодня вот такая армия людей трудится над реализацией технологии Skyway. Более 300 тысяч инвесторов по всему миру в разных фондах, которые принимают участие в реализации данной технологии, как мне было сказано, где-то дней 10 назад, я эту информацию уточнял, 210 стран было только в Skyway Capital, то есть откуда люди зарегистрировались и стали инвесторами нашего проекта. Наш проект активно развивается, наш проект двигается к конечной реализации. Мы очень близки к тому, чтобы, как я сказал, приступить к строительству дорог в разных уголках земного шара. И вот то, что я вам говорю, представьте себе, 70-й год, конец 70-х годов, вы сидите дома, вам звонит Билл Гейтс, либо, например, Стив Джобс и говорит, слушай, если у тебя есть 500 долларов, ты можешь стать совладельцем моей компании, в дальнейшем я обещаю, что ты будешь получать серьезные деньги. Либо там 100 долларов, либо 200 долларов. Но могу сказать, что в конце 70-х годов, я предположу, вам никто этого не предложил, не позвонил ни Стив Джобс, ни Билл Гейтс, и в конце 70-х годов я, например, живу в том государстве, где слово бизнес вообще не произносилось. Те люди, которые, как я уже говорил, поверили этим людям, поверили этим предпринимателям, бизнесменам с большой буквы, сегодня они стали мультимиллионерами. Представьте себе, что вам сегодня предлагаю стать совладельцами технологий, амбиции, скажем так, либо планы проекта таковы, что в ближайшие несколько лет, пусть даже это будет 10 лет, например, 30-50% всего мирового транспортного рынка могут стать таковыми, что это будет технология Skyway. Емкость транспортного рынка сегодня 4,8 триллиона долларов в год, и представьте там, половина это 2,4 триллиона. Хватит ли вам этих денег, да, для того, чтобы вы жили нормально, спокойно, чтобы ваши дети, внуки потом себя хорошо чувствовали? Я думаю, что хватит. Вот такая перспектива есть у каждого из вас. Вы можете к этому отнестись скептически, да, но как я уже говорил, доказывать, убеждать кого-то, тратить время на то, чтобы, скажем так, человеку прочитать какой-то курс аэродинамики, это совсем не нужно. Я, кстати, аэродинамику не изучал, хотя я инженер, ну, на моем факультете просто, что это не нужно было, да, я занимался радиоинженерией. Вот, но тем не менее, есть технопарк, который активно развивается. Есть, скажем, уже, как я сказал, адресные проекты, на которые отправляется железо, началось строительство в Днёных Арабских Эмиратах. Вам сейчас самому решать, надо вам это или нет, но, помимо того, что мы имеем инновационную технологию, инновационный транспорт, идею, да, реализации этого транспорта, который мы уже близки к реализации, у нас еще есть и маркетинговая политика компании, есть компания Skyway Capital, кстати, презентация, которая сейчас и проходит. У нас есть платформа для инвесторов, да, внутри которой находятся все необходимые инструменты, вся необходимая информация для того, чтобы вы стали успешным в нашем проекте. Любой человек, который может войти в наш проект, инвестирует там, я не знаю, разную сумму денег, у нас есть разное количество пакетов, с дисконтом, который вы сегодня видите вот сейчас на экране, от 1 к 17 до 1 к 80 раз, дисконт – это отличие стоимости долей сегодня от номинала. За номинал у нас взят 1 доллар США. Инвестируя сегодня незначительную сумму, первый пакет, там, не сильно большое количество долей, вы можете к тому моменту, когда каждая доля будет стоить 1 доллар, приумножить свои денежные средства в 17 раз. На самом большом пакете сегодня это в 80 раз. Поначалу, когда стартовал наш проект в 2014 году, первые инвестиции люди делали с дисконтом 3,5 тысячи раз. И уже сегодня эти люди вознаграждены от компании тем, что они могли, у нас была акция, и она пока еще продолжается, вывести до 1000 долларов США. То есть, по сути дела, их 28 долларов на тот момент, те, кто успел инвестировать по 3,5 тысячи дисконт, сегодня превратились в 1000. Почти в 35 раз увеличились те деньги, которые они вложили 4 года назад. Ну, если вы найдете такой вид бизнеса, скажем так, не пиратский какой-то, не хайп, да, где там люди обогатились за счет других, вот, напишите мне в чат, я проверю эту информацию. Я считаю, что такого другого вида бизнеса нет. Мы находимся сейчас на 12 этапе, как я говорил, который близок к завершению, да, соответственно, на следующих этапах, у нас их осталось 3, 13, 14, 15, уровень доходности либо дисконт будет еще ниже. Когда я пришел в компанию, он составлял дисконт от 1 к 250 до 1 к 1500, в зависимости от пакета. Сегодня любой человек может себе выбрать пакет по своей возможности финансовой от 15 долларов США до 150 тысяч долларов США. У каждого последующего пакета, вот от 15 долларов, если начинать больше, там, 30, 60, 130, 200, 350, 500 и так далее, уровень доходности выше. То есть, как бы, закладывается немножко повышение вашего уровня доходности на то, что вы больше денег вкладываете, немножко больше рискуете и так далее, и так далее. Хотя риск сегодня, ну, я не могу сказать, что он сведен к нулю. Нет такой ситуации в мире, что риск вообще равен нулю, да, в любом деле. Но, тем не менее, эти риски значительно ниже на несколько порядков, тем то, что было, когда дисконт был 3,5 тысячи. Но вот те, кто тогда поверил, они сегодня вознаграждены. Итак, у нас есть различное количество пакетов и есть пакеты с несколькими, скажем так, стратегиями развития вашего бизнеса и ваших инвестиций. У нас есть возможность приобретения пакетов разово на различные суммы от 15 долларов, как вы видели, так и в рассрочку. То есть рассрочка, она выгодна тем, что вы можете инвестировать в незначительные денежные средства каждый месяц, в итоге получать довольно солидный пакет долей, да, становиться собственником этих долей. Кстати, чем больше у вас этих долей, тем больше те самые дивиденды, да, о которых сегодня мечтает большое количество людей. То есть когда мы к ним дойдем, когда прибыль, а в инвестиционном меморандуме именно так и сказано, что 20% от прибыли компании GTI распределяется всегда между теми людьми, которые стали совладельцами технологий на раннем этапе. Это то, что сегодня еще возможно. Пока еще есть возможность инвестировать в технологию вот в данный момент, еще на двух-трех этапах, которые у нас будут. Но это еще не все. У компании Skyway Capital есть своя маркетинговая политика, да, и фактически не было, наверное, того промежутка времени, чтобы у нас не действовала какая бы то ни была акция. С момента перехода на 12 этап у нас действует акция для тех людей, которые регистрируются внутри личного кабинета и в течение 7 дней приобретают любой из пакетов долей, то на то количество долей, которые они купили, например, там 10 тысяч, там либо 100 тысяч, добавляется на премиальный счет 10% от количества купленных долей. Вот на 100 тысяч еще 10 тысяч на премиальный счет вам начисляется, и вы можете их оформить. То есть это подарок от компании. И вы знаете, те, кто новые, думают о том, делать или не делать, я считаю, что данной акцией глупо не воспользоваться. Не обижайтесь, но это мое мнение, кстати, если есть те, кто считает именно так, можете поставить пятерочку на нашем чате. Помимо всего прочего, у нас есть уникальный инструмент под названием партнерская программа компании Skyway Capital, который позволит любому человеку, кто предпринимает какие-то активные шаги, создать свой собственный международный бизнес крупный, который может приносить вам деньги уже сегодня. Это партнерская программа Skyway Capital. У нее одно основное преимущество, на котором я всегда делаю упор, это простота. Есть 6 ступенек карьеры, по которой вы можете перемещаться, скажем так, с разной скоростью. Кто-то по этой карьере может идти пешком, кто-то может ползти, кто-то может активно и быстро перемещаться, кто-то может бежать. То есть для тех людей, кто больше уделяет времени развитию партнерской программы, результативность соответствия у него выше, но квалификационных уровней всего 6, и любой человек, кто начинает с первого уровня, у него нет никаких препятствий, чтобы дойти до 6. Все зависит от вас, вас никто не может ограничить. Все шаги, которые вы можете делать, я считаю, что может делать любой человек. Опять же, никого не хочу обидеть, я видел в развитии MLM программ большое количество людей, у которых есть какие-то проблемы, например, у кого-то с передвижением, а у кого-то даже с речью и со слухом. Я видел огромные структуры глухонемых людей, либо слабослышащих, лучше так сказать, которые успешно развиваются в проектах MLM бизнеса в разных угаках земного шара. Разобраться в партнерской программе достаточно просто. Вы можете посмотреть о ней ролик, вы можете, скажем так, скачать внутри личного кабинета партнера компании Skyway Capital непосредственно слайды презентации партнерской программы, где перечислены все шаги друг за другом, как стать партнером, как стать консультантом, лидером, мастером, экспертом и топ-экспертом. У компании есть целый ряд преимуществ. Действительно, то, что маркетинг является накопительной всегда, как только вы начали с нами сотрудничать. Все, что делаете вы, все суммируется. Соответственно, вы гарантированно потихонечку приближаетесь к следующей квалификации. Вы можете выводить денежные средства, когда на вашем бонусном счете накопится не менее 30 долларов США. И минимальные инвестиции, которые вам позволят выводить деньги, делаю акцент, выводить, зарабатывать, это 15 долларов. Но даже для того, чтобы деньги начислялись на бонусный счет, вы можете даже это делать без личной инвестиции. Но бывают люди приходят, но нет денег на сегодняшний день. Но загорелись идеи. Они подписывают партнерское соглашение и с этого момента начинают активно давать информацию окружению. Люди регистрируются, что-то приобретают, им начисления идут на бонусный счет, они себе покупают какой-либо из пакетов, кто-то минимальный для начала и так далее. Но у них уже появляется возможность после этого выводить деньги. За что? За то, что они делают каждый день. Каждый из вас делится с кем-то из вашего окружения тем, что хорошо стало для вас. Любая информация. Вот я сходил вчера в кино, в «Богемской рапсодии», мне понравилось, я сегодня нескольким людям рассказал и в принципе я даже не думал о том, пойдут они туда или нет. Кто-то купил себе автомобиль марки, например, я не знаю, ЗАЗ-968 и говорит, у него такие красивые уши, которые там воздушное охлаждение и так далее. И кто-то по их рекомендации покупает ЗАЗ-968, хотя их сейчас уже не продают. Ну и так далее. Не важно. Сходили в кафе, вкусно поели и прочее. В принципе, здесь ситуация такая же, есть свои тонкости, которые вам расскажет наставник, как правильно создавать бизнес. Но тем не менее, это делать просто, но нелегко. Потому что нелегко ломать стереотипы, нелегко, скажем так, делать простые шаги. Чем проще вещь, тем сложнее почему-то для людей ее делать. У нас очень важно то, что вас никто не может обогнать, у вас никто не может отобрать какие-то проценты. Та ситуация, до которой вы дошли, та квалификация, до которой вы добрались, положенное количество уровней, те проценты, которые прописаны, эта квалификация, они ваши. Даже если под вами кто-то побежал быстрее вас. В большинстве программ MLM бизнеса, если вас кто-то обогнал и так далее, вы можете никогда больше не получать вознаграждение с глубины, что обидно, да? Вы помогли человеку развиться. Либо на какое-то время они ограничиваются, либо ограничиваются до нуля, структура остается, но денег вы не видите. Ну и так далее. То есть есть целый ряд преимуществ, как я вам сказал, вы можете найти ролик, вы можете почитать информацию внутри личного кабинета. У нас когда-то были вебинары, связанные с партнерской программой, может быть в ближайшее время мы их возобновим. Если вы сейчас напишите в чатах, что нужны такие вебинары, мы подумаем над тем, чтобы их снова включить в линейку наших вебинаров. Что еще хотелось сказать, друзья? Сегодня мы находимся на 12 этапе, и он близок к концу. То есть инвестирование, точнее привлечение финансирования сегодня где-то на 73-75% уже закрыто. Осталось совсем немного. Люди начинают задавать, а когда мы куда-то перейдем, когда мы шагнем на следующий этап и так далее. Я всегда говорю другое. Коллеги, у нас еще есть какое-то количество времени поработать на дисконте 12 этапа. Поэтому технология сегодня как никогда близка к реализации. Идея созданная юнистским, она сегодня уже находит свое воплощение. И я где-то по-человечески и внутренне очень рад за то, что человек, который нес эту идею 40 лет, он близок к тому, чтобы увидеть свое детище не просто на территории технопарка, где сертификации и так далее. Хотя уже то, что произошло в конце ноября 2016 года, когда проехал первый юнибайк, вы можете найти счастливую фотографию генерального конструктора, обнявшего свой юнибайк. Это уже большой шаг. И мы сегодня близки к реализации технологий, как никогда. Еще буквально два слова, друзья. Внутри личного кабинета любой из вас может найти раздел Royal Capital Group. Это самое что ни на есть инвестиционный фонд, который начал работу недавно. У него есть своя техподдержка. Если вы хотите задать вопросы, касаемые работы фонда, вы можете позвонить на техподдержку фонда Royal Capital Group. Одно могу сказать, это еще один инструмент для того, чтобы привлечь инвестиции в развитие проекта группы компании Skyway. И этот фонд, который позволяет людям инвестировать крупные суммы. Если вы знаете, у нас есть целый ряд платежных систем, которые приходится разбивать частями и так далее. То есть это для тех людей, кто готов для профессиональных инвесторов, скажу так, инвестировать от 10 тысяч евро и более. Там кратными платежами и так далее. Но с этой информацией вы можете легко разобраться, если обратитесь, почитаете информацию внутри личного кабинета. Если что непонятно, свяжетесь с поддержкой, техподдержкой Royal Capital Group. То есть используйте данную информацию. Вокруг вас огромное количество людей, которые могут использовать данный инструмент. И есть действительно люди, которые хотели бы инвестировать комфортно, не заморачиваясь ни над чем. Просто у них есть деньги. Они увидели идею. И они говорят, да, я готов инвестировать там 15 тысяч евро. Там создается счет. Через SWIFT они переводят легко эти 15 тысяч евро на счет этого фонда. И дальше они становятся совладельцами долей проекта группы компании Skyway в эквиваленте, как у нас прописан в личном кабинете Skyway Capital. Есть там тонкости определенные. Да, желательно, нежелательно реально, чтобы зарегистрированы эти люди были и в Capital и Royal Capital Group с одним электронным адресом и так далее, тогда вы еще и получите свое вознаграждение. Но еще что я хотел бы вам сказать, прежде чем вы бы стали задавать свои вопросы и ответы, как в комнате Mirapolis, так и в чате. Друзья, у нас не так давно запущено так называемое крипто направление. Вы знаете, да, последние пару лет активно развивался рынок криптовалют. ICO, да, то есть это привлечение денежных средств на криптобиржах в различные идеи и так далее, так далее, так далее. Руководство нашей компании тоже работало в этом направлении определенное количество месяцев и буквально 25-24 дня назад вышло с предложением тех, кто готов получить в руки еще один инвестиционный инструмент в виде токенов Skyway, да, Skyway токен, вот, и обменять какое-то количество долей на, до 100 тысяч долей на токены Skyway. Один токен, 50 долей нашего проекта. К чему это может привести? Ну, первое я вижу положительное в том, что данный проект, во-первых, да, вот сайт ICORSV.com, вы на него легко можете выйти. Я вам сейчас ссылочку здесь сброшу и ссылочку такую же сбросит мой коллега в чате вебинара в социальных сетях. То есть на этом сайте вы можете подробно прочитать информацию касаемую токена Skyway, что на сегодняшний день сделано. Данный токен привязан к проекту в Объединенных Арабских Эмиратах, да, и это, по сути дела, целевое привлечение инвестиций под проект в Объединенных Арабских Эмиратах. Если мы с вами инвестируем в целом в технологию через Skyway Capital, да, то через токен идет финансирование строительства проекта на территории Аравийского полуострова в стране Объединенных Арабских Эмиратов. Там будет развиваться грузовая трасса Skyway привязана здесь и зеленая энергия. То есть в дальнейшем потенциал у этого токена рост есть, потому что базой для реализации этого проекта является сама технология Skyway, да, а мы уже строим в Объединенных Арабских Эмиратах и по мере строительства, по мере развития проекта в Объединенных Арабских Эмиратах ценность того же токена будет расти. Обещать вам на сто процентов, что вы сразу будете получать большую привлечь, я не могу. Я не являюсь, скажем так, большим специалистом работы на крипторынке, я стараюсь следить за новостями, я пытаюсь разобраться в том, что он из себя представляет, но в большинстве своем огромное количество проектов крипторынка это дутые проекты, в которых там идея объявляемая и как таково не существует, много людей теряют деньги. Здесь очень важно, как когда-то вы помните, были деньги, например, в Советском Союзе, и на купюре, начиная с 10 рублей, вы могли найти надпись мелким, что обеспечено золотом, и там было 0, 0, 0, 0, 0, 0 у каждой бумажки. Почему Советский Союз, в принципе, стремился к тому, чтобы деньги советские не вывозили из территории СССР? Потому что там у себя люди, которые могли пачку эту взять, потребуют золота за это. То есть золотой стандарт. По сути дела, этим золотым стандартом для того же токена и в будущем для тех же долей является развитие самой технологии. Поэтому менять сейчас деньги, ваши доли на токены или нет, это ваше право. Важно понимать следующее, что 10% имитируемых токенов предполагается реализовать среди тех людей, которые уже являются инвесторами группы компании Skyway, а 90% будет реализовываться на открытой распродаже. Через биржу люди будут приходить, платить крипто деньгами за эти токены, покупать их. И я считаю это большим плюсом, потому что огромная армия сегодня людей, которые, как говорится, пасутся вокруг крипторынка, которые не воспринимают никакие другие проекты, помимо развития криптовалют и так далее, мы их разворачиваем в свою сторону. И если они могли не заинтересоваться приобретением долей вот обычным способом за фиатные деньги, они могут прийти в наш проект через токен Skyway. Таких людей вокруг каждого из вас много. Не нужно их упрашивать, не нужно их, скажем так, уплюшивать, утрясать, ушатывать и так далее. Но рассказать о том, что у нас уже есть возможность принимать участие в развитии крипто направления нашей компании, я считаю долгом каждого из вас. Вот и все. Итак, друзья, пару новостей обещанных. Смотрите, на прошлой неделе, как я говорил, что наконец-то я попал на территорию нашего производственного предприятия в город Минск. Я не был, кстати, на производстве. Когда-то я был в нескольких офисах, фактически во всех, которые были до этого момента. И свои ощущения, я вижу, что работа кипит. Мало того, когда я стал решать целый ряд вопросов, касаемых по вывозу оборудования для демонстрации моделей, например, на мероприятиях в Москве, я узнал следующую информацию, что производство работает в три смены на сегодняшний день. То есть это говорит о том, что загрузка выше головы и реализация проекта в Умненных Арабских Эмиратах это серьезный проект, который работает. Мало того, как я вам сказал, что видел две делегации. Одна из них из Японии, про нее вы прочитали, другая была из Бразилии. Но для меня еще важен аспект, наверное, помимо того, что мы говорим о развитии технологий, то сегодня презентация компании Skyway Capital. И вот я на что хотел бы сказать, на что обратить внимание. С сегодняшнего дня, те, кто из вас не заметил, у нас запущен новый сайт. Зайдите по ссылке просто Skyway Capital, и вы увидите, что сегодня уже совсем другой сайт. То, к чему мы двигались давно, то, чего мы ждали тоже давно, он прост, он симпатичен. Возможно, на каком-то этапе он поначалу вам будет непривычно, но тем не менее. То есть мы сделали инструмент, который, скажем так, ну, наверное, на порядок выше того, чем был до сегодняшнего дня. Поэтому это большая новость. Я считаю, что сами можете ей поаплодировать, сидя у себя там, да, выпить за это чашку чая. Вот мы очень рады, что это случилось. Ну и, наверное, маленький анонс того, что у нас прошел целый ряд мероприятий, и в ближайшее время нас ждет, вы знаете, обучение тех, кто хочет научиться создавать крупный бизнес посредством партнерской программы в городе Вильнюсе. Эта информация у нас выложена на сайте в разделе событий. Нас ждет участие в мероприятии, которые, возможно, мы будем освещать и в прямом эфире в Москве. Два крупных форума, на которые будут собираться успешные люди, и там у нас будут выделены места под стенд, где мы будем демонстрировать и модели, где мы будем показывать, что из себя представляет технология, и рассказывать. Возможно, мы там приобретем огромную армию потенциальных, а в дальнейшем реальных инвесторов. Ну а теперь ваши вопросы, наверное, друзья. В мерополисе пишите прямо здесь. Вот я сейчас буквально гляну то, что мне написали в чате мерополиса. Так, обязательно ли покупать токены для того, чтобы участвовать в распределении прибыли от проектов в Минных Арабских Эмиратах? Да, это тоже тестовый участок, хотя и называется инновационным центром. Так. Смотрите, что касаемо токенов, как компания написала в новости, что в принципе любому человеку, который сегодня уже владеет долями, она предоставляет еще один инструмент для его инвестиционного портфеля. То, что вы являетесь сегодня владельцем долей, если вы таковым уже являетесь, это вам гарантирует получение дохода с любого адресного проекта, потому что, как мы говорили, 20% от прибыли, где бы они не были, они будут приходить. Вот заложено там между компанией договор, что мы там получаем прибыль, наш процент прибыли такой, и вот от этих денег 20% идет на всех, кто стал совладельцем технологии на тех этапах, о которых мы говорили, пока эта возможность есть. А непосредственно токены уже, это еще один инструмент, на который может приходить доход, помимо того, что вы будете получать от купленных вами долей. Поэтому гарантировать сейчас, я тоже, было бы, наверное, глупо, с моей стороны объяснять и всем кричать, что вы гарантированно получите прибыль, что-то не в первом же день и так далее. Но вероятность этого высока. Потому что вот те люди, которые у нас инвестировали сначала, да, в развитии в наш проект, получили возможность вывести до 1000 долларов США, обменяв 100 тысяч долей с коэффициентом 1 цент за одну долю, да, вот, еще 45 тысяч, и те 5000, в том числе всего 50, получили возможность обменять свои доли на токены. Вот, если мы пересчитаем, то мы получим стоимость одного токена сегодня полдоллара. Если с такой суммой, с такой стоимостью токена компания выйдет на рынок, и токен будет котироваться 0,5 доллара и не ниже, да, потом будет расти, соответственно, те люди, которые обменяют сегодня деньги на токены, они будут получать уже плюс к тому, что они, скажем так, когда-то вложили, да. Что еще хотелось бы отметить, то, что стоимость токена может меняться, может расти там по экспоненте, может расти постепенно и так далее. Да, она может падать. Если все, которые сегодня поменяют токены, сразу же выставят их на продажу, я думаю, вы понимаете, да, что стоимость может просто опуститься, так как устроен рынок. Но вот те люди, которые поймут, что токен может расти, и когда он может упасть, например, когда все захотят, вот хочу продать за 1000 долларов, да, купят, например, там по цене ниже 0,5 и так далее, токен начнет расти, соответственно, они потом заработают деньги. Что касается адресных проектов, можно ли их предлагать или нет, ни для кого это, конечно, не закрыто, но будут ли на это обращать внимание сейчас, то есть все зависит от того, что действительно, насколько адресный проект компании посчитают перспективным. Мне вот рассказали ребята в Твери, когда я был у них на презентации, на конференции, точнее, которая прошла в прошлый вторник, что они общались на экофесте с Кириллом Бадулиным, и он сказал так, что мы, в принципе, сейчас нигде сами не инициируем проекты, сами предприятия, потому что приходят заявки отовсюду, и мы из них выбираем наиболее перспективным. Вот таким вот образом. И вы заметили, что Кирилл Бадулин, когда он был руководителем отдела адресных проектов, он сегодня руководитель бизнес-управления, точнее, руководитель управления бизнесом SkyWay. То есть все растет, все меняется, таковы масштабы. Поэтому сказать, надо ли, не надо ли вам инициировать проект, вы знаете, но всегда, где есть движение, возможен положительный ответ. Вот такой мой ответ на этот вопрос. Если, знаете, вот есть хорошее, если вы не спросите, вам точно не ответят, а если вы спросите, не факт, что вам скажут да, но могут. Вот так. Помните же, да, притчу? Вы же сеть давно строите, Светлана, когда Рэнди Гейдж еще рассказывал, и другие, скажем так, мотиваторы, что говорят, видим, стоит парень на углу, да, проходит девушке, с кем-то он просто общается, а кто-то его бьет, пощечину дает. И потом они решили подойти спросить, сказать, молодой человек, а чем вы занимаетесь, что вот как бы кто-то с вами нормально общается, вот кто-то вас бьет по лицу, он говорит, вы знаете, я всем предлагаю этим девушкам заняться конкретными вещами, чем занимается мужчина и женщина, да. Он говорит, ну и часто вас бьет по морде. Он говорит, ну вы видели, но соглашается тоже часто. Не было дня, говорит, чтобы мне этого не случилось. Поэтому вот так происходит в нашей с вами жизни. По поводу Skyway Invest Group ничего не могу сказать, Алексей, не знаю, к сожалению или к счастью. Я могу вам ответить, что в Skyway Capital сейчас сервис продолжает доделываться. Видите, мы бету запускали, сайт запустили и так далее. И как мне было сказано, когда эта возможность появится, у тех, кто попадает в 51 тысяч человек, которые инвестировали через Skyway Capital, у них будет возможность обменять доли на токены. Я не знаю, как будет организовано SWIGI, будет ли обмен вообще долей на токены, это решает руководство непосредственно этого фонда. Поэтому задайте вопрос там техподдержки, хорошо? По поводу закрытия корневой, Антон. Что значит, хотелось бы подробнее узнать о закрытии корневой? Я вам ничего не могу сказать, ни подробно, ни маленькую новость, потому что никто сейчас не говорит о закрытии корневой. И где вы эту информацию цепляете, я не знаю. Сколько времени потребуется, чтобы продать этот 12-й период? Да не сколько времени. Вы имеете про этап, когда руководство посчитает, что у нас выполнено то количество работы, либо количество инвестиций, которые необходимы на выполнение этих работ, выполнено, 12-й этап закроется. Друзья, ну не бегите впереди паровоза. И не надо ждать, кстати, закрытия 12-го этапа. Просто двигайтесь, давайте людям информацию о том, что есть возможности вот такие, которые есть сегодня на 12-м этапе. Спасибо вам, Ольга, за то, что поблагодарили. Да, запись ведется, и запись я даже сегодня включил в Мирополисе. Так, я перехожу на вопросы, которые были заданы непосредственно в сети, точнее в соцсетях. Так, друзья, стоимость вагончиков Skyway при такой пропускной способности разве нельзя приравнять стоимостью вагона метро? Ведь для реализации такого пассажиропотока нужна беспрерывная цепь Skyway. Хороший вопрос, вы знаете, по стоимости точно вам сказать не могу, потому что не являюсь, скажем так, специалистом планового экономического отдела компании. Но речь о том, что у нас будут бегать только одиночные вагончики, тоже не идет. Как заявлял генеральный конструктор, посмотрите несколько интервью в разделе новостей, что мы будем разрабатывать и более, по размеру больше транспортные средства, которые будут вмещать 50 там, да, пассажиров, может быть, более. И будет не то чтобы сцепка, но они могут идти как поезд друг за другом, сразу несколько таких транспортных средств, 50 человек. Вот вам и поезд метро. Что касаемо стоимости, вы понимаете, да, чем больше количество вагонов, чем более серийное производство организовано, тем дешевле становятся эти вагоны. У Skyway Capital сменился владелец кто? Просто компания перерегистрировалась на сегодняшний день, если вы обратили внимание на сайте, это прописано. Каждый человек получил у нас сегодня рассылку, в рассылке сказано, что компания Skyway Capital перерегистрировалась, да, то есть она ушла тоже с юрисдикции Англии, ушла в юрисдикцию островов, но, тем не менее, фактически ничего не поменялось. Мы продолжаем работать. Мы перестали называться First Skyway Invest Group, мы сейчас называемся Skyway Capital Incorporated. Ну, я не знаю, на вас-то как-то повлияло. Был банк ВТБ и появился ВТБ-24. Вот тех, кто, скажем так, являлся клиентами банки, я думаю, не сильно покоробило, да, потому что все осталось таким, как было. Так, нужна ответ на вебинары. Здравствуйте, Максим, по поводу инвестирования. Я пригласил девушку, она, пройдя по моей реферальной ссылке, заполнена в две формы. Одна для звонка с той стороны, а вторая подробная с паспортом так, но ей не предложили пакет инвестирования, более того. Знаете, мне сейчас трудно ответить на то, что какие формы и где выложили, потому что у нас еще существует целый ряд сайтов партнерских, да, и там вы можете заполнять формы, которые, скажем так, обрабатывают партнеры. Но когда человек регистрируется по вашей реферальной ссылке, он заполняет у нас форму, потом подтверждает свои данные, и с этого момента появляются его данные в отделе информационной поддержки. Единственный очень важный момент, там расставляются галочки определенные, иногда люди не ставят галочку на то, что хотят получать поддержку нашего отдела информационной поддержки. Вот если человек галочку там убрал, точнее, да, там она стоит, то ему никто и не перезвонил. Когда компания планирует выход на IPO? Кирилл, я вам отвечу на этот вопрос в следующем образом. Смотрите, IPO, кстати, как ICO, да, это процедура создана для того, чтобы привлечь большую массу, либо большое количество денег в какой-либо проект для реализации какой-либо идеи. Я всегда приводил пример, скажем так, компании, по-моему, она называлась «Руснефть», да, или «Транснефть», по-моему, «Руснефть» все-таки, да, которая выиграла тендеры на разработку двух месторождений, где-то там за полярным кругом. Вот. Они и так получали прибыль, они, по-моему, с нефтью занимались непосредственно, да, вот они для того, чтобы сделать в дальнейшем успешнее развиться предприятие, реализовать, скажем так, проекты по разработке этих двух месторождений, они планировали выйти на IPO. Акционеры этой компании и так получали доход, а IPO им понадобилось для того, чтобы они могли привлечь 3 с лишним миллиарда долларов США. Вот смотрите, сегодня начались адресные проекты, и в Объединенных Арабских Эмиратах мы начинаем строить, и там, возможно, сейчас пойдут уже целевые платежи, мы не делали IPO, да, но компания может получать прибыль. Вот. То есть сейчас вот именно необходимости в IPO прямо сейчас, как таковой, я, наверное, не вижу, да, но как это дальше будет происходить, друзья, давайте мы дождемся работы специалистов, предприятия струнной технологии, которые у нас находятся в Республике Беларусь, потому что там сейчас тоже подбирается команда людей, которые будут работать и, вот, скажем так, в биржевом направлении, в экономическом и прочее, прочее. Они нам все это дело доведут. Что касаемо сколько денег компания планирует собрать на 13-15 этап, посмотрите описание этапов в личном кабинете, там на каждом из этих этапов написано, что необходимо привлечь по 25 миллионов долларов, то есть осталось порядка там 70-75 миллионов долларов для того, чтобы реализовать проект, закончить строительство технопарка и так далее, и так далее. Но вы понимаете, что на территории технопарка по мере развития технической идеи будут появляться что-то новое еще. Поэтому будет ли технопарк, скажем так, вот он закончится, там построить что-то, да, и как бы вот замороженная такая конструкция, я думаю, нет, потому что на нем будут обкатываться и новые транспортные средства, которые будут развиваться, приходить идеи, реализовываться, да, и так далее, и так далее. Так, вроде бы из соцсетей ответил, возвращаюсь сюда, впервые на презентации, так, это я уже прочитал. Так, по поводу подозрений, да, по поводу токенов, типа очередной инструмент для дополнительного сбора средств. Друзья, я еще раз хочу повторить, любой инвестор, который сегодня стал совладельцем долей, через проект Skyway Capital, например, и так далее, его никто не заставляет эти токены менять, его никто в будущем не будет заставлять токены покупать, да, и в первую очередь данное направление, оно ориентировано на тех, кто видит в этом перспективу, да, дополнительный инструмент в портфеле инвестиций и для тех людей, которые просто на этом крипторынке работают, да, а нам от них, соответственно, могут прийти денежные средства. Токен, еще раз хочу сказать, он привязан сегодня конкретно к проекту в Объединенных Арабских Эмиратах, поэтому его, скажем так, котировка и прочее будет зависеть от того, что происходит непосредственно там. Так, вопрос от Сергея. Если продашь доли за деньги, в дальнейшем лишаешься дивидендов? Я не знаю, какое количество долей у вас, да, но если вы все свои доли продадите сейчас за 1000 долларов, но откуда у вас дивиденды будут? Вы лишаете себя собственности. У вас есть доли, например, в размере 120 тысяч, да, вы 100 обменяли, если захотели получить 1000 долларов, 20 у вас осталось. Соответственно, дивиденды будут распределяться на каждую отдельную долю от того пакета, что у вас остается. Если у вас меньше 100 тысяч долей, и вы сейчас их обменяете на деньги, и вы являетесь инвестором, попадающим в первые 5000 человек, ну, вы просто получите деньги. А выгодно это вам или нет, считайте сами, потому что я не знаю, какой дискон был у вас, когда вы покупали эти доли, сколько вы денег инвестировали и так далее. Я просто могу сказать, что при дисконте 3500 и тогда, те первые инвесторы, которые инвестировали 28 долларов на тот момент, но таких пакетов не было, я помню, там были пакеты 100 фунтов, соответственно, они содержали более чем 100 тысяч долей в итоге, потому что у нас, помните, было перемножение на 295 и так далее, когда мы в доллару эквивалент переходили в 2015 году и прочее. То, соответственно, первые инвесторы, которые тогда, они могут сейчас, даже если инвестировали 100 фунтов на тот момент, то у них и 1000 долларов, и не меньшее количество долей еще останется. У них больше 100 тысяч долей останется. Но если вы обменяете свои доли, инвестировали позже, и у вас там уровень доходности сегодня, например, 1 к 3 или 1 к 5 получится, то, конечно, у вас долей не останется, и на что вы будете получать дивиденды. Это все равно, что вы, допустим, у вас есть мешок зерна, вы собрали урожай и вам предложили, скажем так, это зерно у вас купили, дали какое-то количество денег. Но зерна у вас больше нет, чтобы его посадить, и больше денег вам никто не даст, пока вы снова там не купите зерно, не посадите, не вырастите и так далее. Но может бестолковый пример, но он такой. Невозможно начислять дивиденды на то, чего у вас нет. Итак, друзья, я смотрю, что вопросы вроде бы все прозвучали, на которые нужно было ответить. Так, сейчас единственное еще. ВТП идут нового транспорта с выставки в Берлине. Вы знаете, пока транспортное средство, которое было представлено в Берлине, на эко-технопарке оно не представлено. Оно стоит в помещении, я его видел, когда приходили японцы, да, они были в помещении, в производственном помещении, там, где был Анатолий Эдуардович, Кирилл Бадурин и так далее, им демонстрировали транспортное средство, сняли с него, скажем так, покрывало, которое он накрывал, и вот японцы его фотографировали, снимали, там возле него шла какая-то речь и прочее, прочее. Оно пока не на путевой структуре в эко-технопарке. Есть ли адресные проекты по США? Ничего не могу сказать, Кирилл, вы понимаете, я вот не являюсь тем человеком, которому стекается вся информация по всем адресным проектам. У нас есть отдельное управление, которое занимается сегодня этим вопросом, вот, и нам говорят не всю информацию. В принципе, наверное, это правильно, да? То есть, когда конкретно пойдет движение, как сказал Юницкий, он будет об этом говорить. Но, тем не менее. Итак, друзья, я, наверное, буду заканчивать. Хочу вас поблагодарить за то, что были сегодня на вебинаре. Ну, могу только попросить или порекомендовать, что следующий понедельник у нас вебинары в это время в таком виде не будет, но, возможно, будет все гораздо интереснее. Потому что у нас следующая неделя, это последний, скажем так, понедельник этого месяца, а те из вас, кто на этих вебинарах был в последнее время, да, вот там последний, там, сентябрь, октябрь, на последних. Мы всегда подводили итоги за месяц, например, да? Возможно, на следующем вебинаре у нас будет итог за месяц раз, что было сделано именно в Skyway Capital, в технологии и так далее. И мы еще подведем, возможно, итог за всю осень, ответим на ваши вопросы, расскажем вам много интересного. И, возможно, это будет происходить на очень крупном событии в городе Москва, и мы будем оттуда вещать в прямом эфире. Поэтому, наверное, рекомендация. Расскажите своим потенциальным партнерам и тем, кто уже есть, чтобы они пригласили новых людей на следующий вебинар, и мы с вами с удовольствием пообщаемся. Есть, правда, вероятность, что это будет не в Мирополисе, а вот в соцсетях. У нас вещание идет в ВКонтакте, в Одноклассниках, в Ютьюбе, что-то не сказал, и в Фейсбуке. Соответственно, если вас нет нигде в нашей группе, в какой-либо из соцсетей зайдите и зарегистрируйтесь. А лучше во всех четырех, потому что вы будете в дальнейшем использовать информацию, выкладываемую в группах для развития своего бизнеса. Просто делиться на своей странице, а это легко. Вы этому быстро научитесь. Всем здоровья, любви и денег. Отличного окончания начала этой недели и окончания осени. Отличного начала зимы. Зима – это красота, чистота, чистый воздух, отличное настроение, если будете двигаться и так далее. Я вам всем этого желаю. Ну и что все в жизни ваше складывалось именно таким образом, как выбираете это вы. Чтобы это приносило пользу вам, тем людям, которые вас окружают. Чтобы вы чаще слышали слово «спасибо». А деньги за «спасибо» придут, поверьте мне. До новых встреч на наших вебинарах. Еще раз благодарю вас за то, что были сегодня с нами. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...